Прошёл целый год с выхода последнего айсберга, и всё это время я искал, чтобы такого вам ещё показать. А в последнее время я немного увлёкся различными ARG, и как оказалось, среди них было очень много аналоговых хорроров. Поэтому сегодня я разберу айсберг аналоговых хорроров от King of Killer Comedy. Ну а так как я не профессионал в данной теме, то постараемся разобраться вместе. Я также добавил крупицы своего мнения по тому или иному проекту. Вкратце о принципе айсберга, если вдруг кто-то не знает. На верхушке у нас самые известные вещи, а чем ниже мы спускаемся, тем более странные и малоизвестные вещи и темы будем обнаруживать. И сразу же предупрежу, в этом айсберге я не буду разбирать фильмы, связанные с аналоговыми хоррорами. Речь будет вестись исключительно о веб-проектах. А ещё я постараюсь убрать всё то, что было закрыто после пары эпизодов, ибо не вижу смысла об этом говорить. Начинаем. На данном слое присутствуют самые популярные аналоговые хорроры, о которых, вероятнее всего, вы все и так знаете. Поэтому я постараюсь по-быстрому пробежаться по ним. Gemini Home Entertainment. Аналоговый хоррор, созданный Рэмми Абода. Действие происходит в 80-е и 90-е годы. Повествование ведётся через VHS-кассеты, продаваемые компанией Gemini Home Entertainment. Сюжет состоит в том, что из космоса прилетела невиданная ранее срань, в виде огромной планеты, похожей на зрачок, и начала терроризировать людей, насылая на них паразитов и различные болезни. Начали появляться фейковые люди и прочее-прочее. Kane Pixels Backrooms. Я буду удивлён, если кто-то не знает, что такое Backrooms. Если кратко, парень взял концепцию Backrooms и сделал из них что-то вроде веб-сериала. То есть главный герой выпал за текстуры нашего мира и оказался в закулисье, оно же Backrooms. Мне нравился Backrooms, пока у него не стали добавлять сотни уровней, и это не превратилось в детский хоррор. Вот эти вот всякие улыбаки, Пати Гойер и вот эта вот хуйня, короче. Ну вы поняли. Local 58. Или Local 58. Наверное, один из моих любимых аналоговых хорроров. Он повествует о 58-м канале. Не буду утомлять пересказом его сюжета, расскажу про один из моментов. Происходит экстренный эфир, сообщающий, что США находится в войне и терпит поражение. И поэтому правительство просит всех граждан совершить самовыпил, дабы не сдаться врагу. Но резко эфир прерывается, и высвечивается сообщение, что это был фейк. В целом, это один из лучших проектов, который отличается своим невообразимым качеством. И я рекомендую всем его посмотреть. Мандела каталог. Мне не нравится каталог Манделы, простите. Я всегда находил его скорее смешным, чем страшным. Если кратко, в их мире есть существа, которые способны менять свой облик. И они заставляют людей совершать Alt F4. Эти существа могут проходить через телевизоры и зеркала. Поэтому они запрещены. Вроде как. Хотя камеры в этой вселенной разрешены. В общем, смотрите сами. Сюжет достаточно интересный, но в то же время крайне бредовый. Когда они начали использовать всратую графику, я полностью потерял к этому проекту всякий интерес. Магнита Шахтинск. Я считаю несправедливым, что данного хоррора нет в этом списке. Ведь, несмотря на его происхождение, это уникальный в своем роде проект. Действие истории происходит в вымышленной российской области. И в нем представлены истории в виде инструкции от местного МЧС. О том, как с каким существом обращаться. В средине их есть. Жирнич, Укромщик, Оплетай и Лесовик. Оно в некотором роде построено на славянской мифологии. Тот же Оплетай это персонаж наших сказок. Или Лесовик, который буквально леший. Магнита Шахтинск уже два года не выпускал видео. И жаль, потому что проект очень интересный и обладает уникальной атмосферой. Которая сильно отличается от западной и напоминает наши старые аналоговые записи. Нана. Еще одна вещь, которую я вставил от себя. Это легенда хоррор ютуба, вдохновленная Сайлент Хиллом. И выпускающая видео с 2006 года. Это создатель легендарного юзернейм 666, породившего сотни различных крипипаст. Уолтон Файлз. Одна из многих пародий на ФНАФ. Да, мне больше нечего сказать. Я пытался смотреть ее, но это просто средняя пародия на ФНАФ. Можете объяснить мне в комментах, что вне особенного. Кстати, пока я делал сценарий, я вставлял все подобные проекты. Пока на четвертой штуке не заметил, что они все, по сути, одинаковые. Поэтому больше о копиях ФНАФа, которые есть в Айсберге, я говорить не буду. Монумент Мифос. Одновременно пародия и сатиры на Америку. Вкупе с хоррором. Монументы, статуи и чудеса природы живы. Они и работают на американское правительство. Или не работают. Смотря на какой из них посмотреть. Очень годно и смешно. Но сейчас превратилось в максимально запутанное месиво, где ничего нельзя понять. Какие-то вторые, третьи вселенные, спин-оффы и прочее. Но забавным оно быть не перестало. Агеймнан Каунтерпарт. Очень старая, непонятная запись с кричащим «Нечто». Что это было в оригинале, непонятно. Одно известно точно. Скорее всего, это пародия на файлы смерти того времени. Вокруг данной пародии есть целая куча крипипаст и теорий. Никак не связанных с ее содержанием. Может быть, это вообще была запись для соревнования любителей арт-хауса. Пэтскоуп – это не вышедшая игра для PlayStation 1. Она крутится вокруг домашних питомцев, которые напоминают покемонов. Главные герои находят чит-код, позволяющий пройти дальше домоверсии. Сюжет закручен вокруг перерождения. А точнее, лечения. Которые имитируют перерождение. В ходе которого умер один человек. Но на деле эта история оказалась не совсем правдивой. Сюжет крутится вокруг пропажи друга детства некого Марвина. Который потом похищает свою же дочь. Которая, по его мнению, это переродившийся друг его детства. И с одного момента главный герой, Пол, пропадает. И, предположительно, за него играет Марвин. И я знаю, это все звучит как набор слов. Но сюжет довольно интересный. Он достаточно запутанный. И теорий того, что происходит на самом деле, невероятно много. От транс-теории до путешествий между реальностями. Analog Archives. Веб-хоррор, повествование в котором ведется через найденные VHS-кассеты. Действия происходят в городах восточного побережья США. На ютубе вы найдете только перезаливы. Так как автор поехал кукухой. Ой. Так как автор переехал в твиттер. Первый эпизод, Safety and Information, представляет собой предупреждение о странных красных помехах. Если их увидеть по телевизору, то они могут вызывать судороги и внутреннее кровотечение. Второй эпизод, Ember Alerts, представляет собой трансляцию экстренного оповещения. Которая рассказывает о пропаже ребенка. В Mall of the Future представлена реклама торгового центра в округе Саммер. В этой рекламе есть уведомления, напечатанные мелким шрифтом снизу, которые просят не покидать дом и прочее. В целом это довольно забавная история, и я рекомендую ее к ознакомлению. Angel Hair. История повествует о Джоне, который нашел старые кассеты с христианским мультфильмом, который он смотрел в детстве. Но то, что он смотрит, сильно отличается от увиденного им в детстве. Потому что каждая копия персонализированная. На текущий момент вышло уже два сезона и отдельная игра. Меня не особо зацепило. По какой-то причине он меня не вовлек и совершенно не смог напугать. Чем-то он напоминает Welcome Home. CHSS. Сериал начинается с серии обучающих видеороликов и рекламы программы повышения психического здоровья, спонсируемой американским правительством. Однако, по мере развития сериала, он превращается в какой-то детектив и борьбу с корпорациями. Было интересно пересматривать данный проект, но он довольно бредовый. ECQVA. Проект, созданный Троем Вагнером. Одним из моих любимых авторов. Ранее он работал над Marble Hornets, а потом сделал это. И оно гениально, хоть и не того же уровня. Но я рекомендую каждому посмотреть и постараться самим разобраться, что происходит. Сюжет достаточно простой. Парень начал получать странные сигналы с заброшенной ТВ-станции и решил их проверить. Страна грибов. Качественная польская годнота, рассказывающая о богате. Девочки, похищенной в страну грибов. Где она встречает обычного польского кота. И они ведут свою передачу про грибы. Некоторые предполагают, что страна грибов символизирует последствия атомной войны. Или то, что Агата находится в сексуальном рабстве. Но вроде как все это неверно. Во всяком случае, автор о своем проекте ничего не объясняет. Эндл Коув. Старая крипипаста от создателя Local 58. Повествующая о детском сериале, которого никогда не существовало. Но у людей есть воспоминания того, как они его смотрели. Хотя их родители видели, как они пялятся в обычные помехи. Люди на форумах отыгрывали то, как они смотрели этот сериал. Вспоминали разные детали и дополняли лор мультфильма. Которого никогда не существовало. Интересный концепт и легендарная крипипаста. Вита Карнис. Аналоговый хоррор созданный канадцем. Так что он автоматически становится ебнутым. Страшнее вышло бы только быть его создатель финном. Повествует о том, как люди смогли подчинить себе мясных существ. Которые неожиданно начали появляться в районе 30-х годов. Эти существа могут быть безобидными и помогать, скажем, в сельском хозяйстве. А могут убивать людей. Зависит от вида. Американское правительство знает о вреде от мясных существ. Но не помогает людям. В общем, как обычно. The Man in the Suit. Аналоговый хоррор, который с первых минут заставил меня ржать. Потому что он основан на Годзилле. Если кратко, действия ведутся при съемке первого фильма о Годзилле. Человек, надевший костюм огромной ящерицы, резко начинает его любить и отказывается его снять. А потом сам становится частью костюма. И все это время на фоне играет всратая музыка из первого фильма о Годзилле. Catastrophe Crow. Несуществующая игра для Nintendo 64. Все началось с видео на канале Адама Бутчера. Где он рассказывает о несуществующей игре. Почему ее выход откладывали. А в конечном счете просто отменили. Пока Адам не нашел одну из копий игры. Чем-то игра напоминает PetScope. Но немного проработаннее. И реалистичнее. Если кратко, это история про Лоренцо, создателя игры. И его умершей дочери. EAS Scenarios. EAS это система экстренного оповещения. Которая срабатывает при ядерной бомбардировке страны. Сильном землетрясении или чем-нибудь в таком духе. EAS Scenarios это пародии на подобное оповещение. Как пример, объявления в случае зомби апокалипсиса и прочее. Подобных видео на ютубе полно. И все они разнятся по качеству. Как пример, есть EAS тревоги для случаев прорыва СЦП объектов и так далее. NNN Special Broadcast. This is the time for Non-Stop Not November. Нет, это не про No Not November. Просто старая японская легенда. История гласит, что однажды вечером мужчина пошел включить телевизор и не обнаружил ничего, кроме помех. Внезапно на экране появились цветные полосы. Далее следует изображение какой-то фабрики и прокручивающийся список имен. Это продолжалось несколько минут, прежде чем закончиться текстом, в котором говорилось что-то вроде «Это для будущего» или «Это завтрашние жертвы». Трансляция внезапно прекратилась и снова появились помехи. NOC плюс 10. Аналоговый хоррор и ARG, вышедшие в 2015 году. Зрителю даются странные головоломки, при решении которых ему дают еще видео, созданные, по всей видимости, не человеком. Буду честен, мне так и не удалось понять этот хоррор. Но по неведомой мне причине он меня достаточно сильно напугал. Все события происходят вокруг одного научного комплекса, где в ходе катастрофы погибли все, кроме искусственного интеллекта, который испамит зашифрованными видео. SkyCorp. Почему это в данном айсберге? Я бы даже это хоррором не назвал. Скорее пародия на рекламу 90-х и 80-х. Они забавные, и я бы порекомендовал их к просмотру. Но, как мне кажется, им не место в этом айсберге. Super Mario 64 Classified. Помните айсберг по Марио? В конце был шуточный пункт о том, что каждая копия Марио особенная. Ну, это по сути оно и есть, но в виде аналогового хоррора. Я бы сказал, что это более или менее обычная экзе-крипипаста, но с уникальной атмосферой и способная неплохо напугать. Surreal Broadcast. Аналоговый хоррор, повествующий о вымышленном округе, чем-то похожий на Local 58, но... намного хуже. Вдохновение 58-м каналам очень видно. Настолько, что я сначала подумал, что это спин-офф, но оказалось, что это не так. Рассказывает о различных страшных вещах в округе и странных смертях людей. The Maccabre Experiments. Этот проект я вижу впервые, но сейчас он меня пиздец как заинтересовал. В общем, это аналоговый хоррор, завязан на крипипастах. А так как крипипасты я люблю, я решил разобраться, в чем суть. Есть лаборатория, где проводят эксперименты, которые приводят к появлению крипипаст. И все это происходит через каких-то микробов, которые способны передаваться даже через телевидение. И при этом всем эти микробы показывают по ТВ. Да, это бредово, но забавно и интересно. Urban Spook. Трижде отмененный и пятикратно переваренный кал. Ладно, прокал было лишним. Хоррор на деле неплохой. Он повествует о маньяке, который очень жестоко убивает своих жертв и рисует картины, основываясь на этом. Первые три серии мне было страшно. Рисунки очень неплохие и атмосфера выдержана отлично. Но дальше все становится однообразно и скучно. Скорее всего, из-за однообразности автор опирается на шок-материал, за который его и попытались отменить. Мол, у данного проекта есть только шок-материал и больше ничего. Говорил ему это создатель фурии пародии на ФНАФ. Да, есть и такое. Что же касается отмены, если вкратце, люди обиделись на то, что жестокий выдуманный маньяк ведет себя, как и подобает жестокому маньяку. Там еще был случай с убитым и... С чего людей и порвало. А потом их порвало с того, что автор продавал футболки с картины по мотивам преступления. Но, честно говоря, про урбан спук можно отдельное видео записать. Корнер Фольклор Спин-офф Монумент Миттос, повествующий о мелких межпространственных путешественниках, известных как Корнер Фолкс, и влияние на людей, которые их встретили. Эти существа могут путешествовать между вселенными благодаря главному герою первого эпизода, и он сделал видео о том, как их встретил. CRT Anomalous Канал, на котором автор публикует то, что он нашел на своем VHS-рекордере. Записи варьируются от обычной рекламы до, как обычно, чего-то стрёмного. Так, например, в первой серии мы можем видеть, как запись резко переходит на вид из каких-то камер, и где она показывает какой-то странный силуэт человека, просто стоящий перед одной из камер. С каждым разом приближающимся все ближе и ближе. Пока! В целом, данный проект очень годный и достаточно короткий. Он сумел, с одной стороны, меня напугать и в то же время удержать мой интерес. Хотя я и не увидел связи с другими видео на канале. Рекомендую к просмотру. Motley Math House Милый аналоговый хоррор об утерянной игре, которую нашел главный герой. И решил записать это и выложить. И сразу бросается в глаза то, что это не старая утерянная игра, а что-то современное, сделанное на тамблере. При этом всем, качество звуку автора и персонажей сразу же выдает всю фейковость происходящего. Я не могу погрузиться в эту вселенную или атмосферу хоррора. Они, кажется, старались быть похожи на Welcome Home, но моментально проваливаются из-за технических аспектов. Crystal View Records А вот и заброшенный проект, который мы грозились не осматривать. Он насчитывает всего две серии. По сути, такой же, как и Local 58, но качеством похуже. В разы. Его фейковость можно заметить невооруженным глазом. Для меня аналоговый хоррор становится хорошим лишь тогда, когда он не вырывает мне из своей атмосферы и реалистичности. Я понимаю, что в данном жанре реализм не обязателен. Но лично я нахожу хорошим произведением лишь то, которое способно меня убедить в своей реальности. К примеру, я могу лазить по ютубу и случайно наткнуться на условный CRT Anomalys. И не имея знания, что это, посмотреть его. И оно меня напугает. Я, возможно, даже поверю в реальность того, что происходит. А тут мы имеем бургер с жидким мясом, сделанный в фотошопе за 15 секунд. Подобное вызывает только смех. Странные японские символы. Очень интересная история, повествующая о том, как ютубера убил проклятый дом. В некотором роде это японское пранормальное явление. История происходит в 2008 году, когда ютуб только начал становиться популярным. Но при всем этом качество почему-то даже хуже, чем ведьми из Блэр. Девушка сняла эту квартиру и начала записывать свои взаимодействия с призраком. В один момент даже въебывалась в сторону неведомой сране. Потому что та засрала пол и его приходится мыть. И выебывается на агента, который не рекомендовал покупать эту квартиру. В конечном итоге главную героиню убивают. Но это было забавно. Jurassic Paro. Found Footage Outpost B. Аналоговый хоррор по парку юрского периода. Это, блять, гениально. Когда смотрел, то орал во весь голос. Midwest Angelica. В 1999 году на землю упал труп прижельца. И вот с этого момента начинается история. И... Она охуенно. Я удивлен, что он не обладает той же популярностью, что и Local 58 или Mandela. Сюжет отличный. Визуал неплохой. Графика не ебет мозги, как в Манделе. Тут даже не столько страшно, сколько интересно смотреть и пытаться разобраться в сюжете. Не буду ничего спойлерить. Просто посмотрите. Needle Mouse. Неплохо сделанная крипипаста по Сонику. Собственно, тут и сказать-то нечего. Если вы видели хоть один ремастер Соника Иксе, то вы видели их все. Sovereign Hospitality. Пародия на старые мультфильмы, сделанная в виде аналогового хоррора. С максимально отбитым визуалом, прошу заметить. Имеет религиозные темы. В первой серии персонажи поют Take Me Home Country Roads. Я думаю сделать об этом отдельное видео, но посмотрим, выйдет или нет. Сюжет начинается с того, что в очередной раз какой-то парень нашел старые кассеты и решил их посмотреть и выложить на ютуб. The Smile Tapes. История о том, как один наркотик привел к болезни, при которой лицо человека искажается, а сам он бежит убивать других людей. По сути, превращаясь в зомби. Есть человек, который может контролировать этих зомби. В целом, проект очень сильно вдохновлялся Манделой и вышел очень даже неплохим. Рекомендую к просмотру. Winter of 83. Сборник-кассет, повествующий о городе в Миннесоте. Снова вдохновлен 58-м каналом. Но рушит всю атмосферу в первой же серии. Вот что это? Это похоже на вставку из какого-то комедийного шоу. British Home Entertainment. Пародия на Gemini Home Entertainment, но британская. А значит, миллион раз хуже. Все мы знаем, чего бы ни касался британец, это превращается либо в говно, либо в колонию. В некотором роде данный аналоговый хоррор пародирует британское общество и высмеивает стереотипы. Также оно сильно высмеивает остальные аналоговые хорроры. Там есть отсылка на монументы, только вместо Линкольна там Винстон Черчилль. Или каталог Манделы. В первой же серии жителям Шотландии предлагают съебать из Шотландии. И я неплохо так с этого проорал. Москводинская область. Тут должен быть ноунейм аналоговый хоррор, который смотрит три землекопа. И он ничем отличается от других, таких же хорроров. Поэтому я решил заменить его чем-нибудь отечественным. Это тот же Магнитошахтинск, но в сотни раз хуже. Опять история про выдуманную область с МЧС дающими инструкции, что делать с теми или иными стрёмными ебаками. Но даже являясь копиркой Магнитошахтинска, она умудряется быть хуже визуально. Хотя в первом был настолько примитивный визуал, что я без понятия, как они умудрились это сделать. Мало того, что звук ужасен, так всё ещё и озвучено говорилкой. В целом, последний проект показывает импотенцию аналогового хоррора. Я думаю, вы уже заметили, что он весь довольно однотипен. Остаются редкие экземпляры, которые отличаются своей оригинальностью. Создаётся впечатление, будто жанр уперся в стену, отказывается карабкаться и просто ходит кругами в ожидании, пока этой стены не станет. Мне пришлось вырезать достаточно много копирок из Айсберга, в особенности копии ФНАФа, потому что они буквально одинаковые и про них нечего сказать. Практически во всех показанных хоррорах повторяется одно и то же. Искажённые и, в кавычках, страшные лица. Найденные кассеты, показы эфиров, всё в один момент превращается в однотипную кашу, про которую и сказать-то нечего, чтобы не повторяться. Тем не менее, некоторые показанные проекты мне очень понравились. Жаль, что популяризация жанра аналогового хоррора привела его к стагнации. И я надеюсь, что она скоро закончится, а мы будем получать больше хорошего контента. Рожицы страшные, искажение, ёбка в телевизоре. Аааа! Как так-то... Ну ладно. Моя религия, с тобой я никогда не верил в Бога. Облаками над Москвой горит печальная икона. Создал веру за семь дней душа позволила креститься. Улыбаемся на небе тоже есть. Кому молиться...